Уникальное предприятие 70-летней истории. Моздокские узоры пережили 90-е, кризисы нулевых и пандемию. Но жесткие ограничения в логистике стали последней каплей. На прошлой неделе Сергей Миняйло поручил вывести фабрику на новый уровень. Для этого министр экономического развития Заур Кучиев и генеральный директор корпорации инвестиционного развития региона Таймур Азгубкаев посетили предприятие. Определили болевые точки и наметили новые перспективы. Алина Цгоева узнавала подробнее. Начнут, конечно, с коммуникации. Тепловую систему проведут по новой, потом заменят проводку под более мощное оборудование. И уже после займутся оснащением и полной заменой устаревших станков. А вместе с этим станет проще привлекать молодые кадры. И сейчас на фабрике вместо 2000 сотрудников работает меньше 100 квалифицированных профессионалов. Это, как говорят, как многие сравниваются, как с золотым фондом. Потому что других уже мы не получим и сказать, как сказать. Их не опыт бы кому-то еще передать. Вот это тоже такая острая очень проблема. Заинтересовать молодежь тут, конечно, надо. Вот именно опять стоит вопрос о современном оборудовании. Потому что привыкли у нас в более современных условиях, с современными технологиями работать. И тогда появляется у молодежи интерес. И уверенность в завтрашнем дее, перспектива, конечно, всегда. Это самый главный критерий, по которому они определяют место своей работы. Привлекать хотели бы, как раньше. Социальная жизнь, которую строили моздокские узоры и сегодня дает о себе знать. Детские сады при фабрике все еще открыты и принимают дошкалят. Кроме этого, история предприятия есть еще на главном стенде с фотографиями. А вот из постоянного, но не устаревшего, здесь осталась сама продукция. Тюль высочайшего качества. Дорабатывают и передел под запросы клиентов. Лишь бы заказывали. Обстановка сейчас немного, сами понимаете, напряженная, тяжелая. То ассортимент в том количестве, как мы раньше выполняли заявки, не тот, не такое количество. И мы сейчас выполняем заявки только по востребованности торговых точек. Вот, допустим, нужна какая-то модель. Мы ее нарабатываем, шьем, выпускаем, отправляем. Сказать, что в большом ассортименте мы сейчас торгуем, нет. Но у нас он есть, этот ассортимент, все эти рисунки, все эти модели. И мы надеемся, в ближайшее будущее мы будем по максимуму работать. А пока приходится работать, как получается. Большие заказы в основном поступают от постоянных клиентов. Новые только начали приходить. Месяц назад фабрика выкупила контрольный пакет акций и с тех пор занимается сферой реализации. Благодаря этому стали осваивать торговые площадки в интернете. С нами уже осваиваются такие электронные площадки, как Вайлдберис, Алиэкспресс, Озон. Продажи потихонечку уже начинают идти. Наняли необходимых специалистов для этого. Расширяем рынки сбыта. Также с нами параллельно изучается вопрос расширения рынков сбыта на гособоронзаказ. Наша продукция, она имеет отменное качество. Она очень конкурентоспособна по цене. В принципе, аналогов производства в Российской Федерации у нас нет. Поэтому я думаю, что найти дополнительные рынки сбыта мы сможем уже после того, как получим помощь от республики. Моздокские узоры – один из важных брендов региона. Помимо текстиля, предприятие производит товары для сельского хозяйства и оборонного комплекса. На встрече с руководством предприятия министр экономического развития пояснил, республика в поддержку фабрики может войти в уставной капитал. На сохранение и дальнейшее развитие моздокских узоров регион настроился серьезно. Алина Сгоева, Хитагопоев, Новости Осетии.